друзья всем привет с вами снова и добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств гиру сегодняшнего полноценного и честного обзора это новинка на российском рынке от компании vivo новая линейка t vivo t1 у нас на российском рынке все уже привыкли к относительно недорогим телефоном линеечки уай их огромное количество и все они предлагают довольно неплохие характеристики за небольшие деньги также есть старшее семейство это средне бюджетные устройства у которых упор идет на камеру на фото видео возможности и особенно на возможности селфи но естественно флагманский устройство x-класса где сосредоточено все самое крутое и совершенное что только бывает на текущий момент и вот серия t это нечто промежуточное между бюджетками серии уай и средний бюджетками серии ве телефончик t1 продается примерно за 18 20 тысяч рублей в зависимости от магазина и предлагает но нельзя сказать что самое навороченное железо но мы уже привыкли что vivo в линеечке биби кей это такие скажем так более дорогие телефоны нежели телефоны real me и с тем железом которое real me продает относительно недорого его все-таки телефончики по цене продает дороже здесь у нас упор идет на какие-то дизайнерские изыски появился новый дизайн тыльной панели и блока камер который сейчас становится таким достаточно популярным явлением что ли мы это видели в телефонах tecno tecno cayman 19 и 19 pro и 19 neo и даже новая модель asus asus Zenfone 9 тоже выпущена вот с таким вот блоком камер так что будем смотреть что же нового и интересного привнесла нам серия t от компании vivo и вы об этом узнаете в этом видео ну а прежде чем и начнем хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину play.ru за предоставление этого смартфона на обзор именно в интернет-магазине play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику так что проходите по ссылочке в описании но мы будем начинать его t1 получился довольно легким и изящным в толщину менее 8,5 миллиметров весит 182 грамма что для телефона с диагональю 6,44 дюйма вполне себе немного все это благодаря тому что здесь использованы легкие материалы это естественно различные полимеры пластики и вот такой вот имитация стекла на тыльной панели это у нас поликарбонат он матовый но тем не менее имеет такие вот блестящие вкрапления которые переливаются на солнце и смотрится все это дело очень классно но за счет того что панель матовая она не собирает отпечатки пальцев да и царапины здесь посадить довольно тяжело сканер отпечатка у нас находится под экраном это amoled экран имеется always on display который в отличие от того же сяоми работает у нас на постоянку то есть здесь действительно это always on display они временно always он на 10 секунд как предлагает нам сяоми работает все это дело под управлением фантач ос это фирменная оболочка от его построенная на базе 12 андроида смотрится она неплохо позволяет довольно таки хорошо все кастомизировать и настроить под себя под капотом здесь у нас 680 snapdragon 6 гигов оперативки и 128 гиг внутреннего хранилища к сожалению экран всего лишь 60 герц и если вы привыкли уже к повышенной герцовки то вам конечно будет немножко сложно привыкнуть обратно к этим не слишком плавным движением как интерфейса так и меню я пользовался телефоном полторы недели он стал моим таким основным инструментом и надо сказать что дня за 3 за 4 я отвык от 120 герцов своего основного телефона и с удовольствием пользовался этим смартфоном он действительно очень и очень неплохо мне понравилась автономность аккумулятор здесь 5000 миллиампер и за счет того что здесь не самый мощный и энергоэффективный процессор от snapdragon 680 телефон смело же у меня два а то и два с половиной дня если я попадал на выходной день то там практически где-то с утра пятницы до середины воскресенья телефон без проблем у меня проживал я в игрушке абсолютно не играю поэтому здесь скорее всего если вы игроман телефон заряжать вы будете каждый день несколько раз в день но для простого обывателя который пользуется смартфоном именно как смартфоном я думаю что от полутора до двух дней вы запросто будете выжимать из этого телефона в моем режиме это в основном телефонные звонки мессенджеры социальные сети youtube немножко навигации и в общем-то видео и фото съемка вот таким вот образом я задействую телефон ну и за два дня плюс минус пять с половиной шесть часов экранного времени у меня было в основном я выставляю все на автомате здесь автояркость работает отлично прекрасно притемняет все в помещениях и выставляет на максимум на улице и amoled экран позволяет без проблем пользоваться телефоном при ярком солнце на улице здесь никаких нареканий не было как не было нареканий по связи пользовался повторюсь телефоном как основным две симки здесь стояла ростелеком мегафон и разговаривал я очень много много езжу много командировок и вы знаете зачастую сталкиваюсь с местами где прием очень и очень плохой никаких вопросов у вива не возникло хорошая слышимость и меня слышали отлично так что за связь здесь плюс но и опять-таки с точки зрения коммуникации модуль вай фай двухдиапазонный bluetooth пятой версии nfc присутствует так что полный джентльменский набор здесь имеется ну и в дополнение к 5000 аккумулятору здесь быстрая зарядка 44 ватта так что даже если вы умудритесь убить аккумулятор в течение дня подзарядить вы его сможете примерно за 50 минут с 20 до 100 процентов это действительно очень классно с точки зрения звука здесь к сожалению у нас монодинамик звучит он довольно неплохо довольно качественно но в телефоне плюс минус за двадцатку я бы все-таки хотел видеть уже стереодинамики но давайте послушаем как телефон звучит по громкости никаких вопросов у меня нету но я бы предпочел все-таки видеть стереодинамики и чуть более качественной ибо присутствует середина в основном звук такой довольно плоский но никаких высоких и низких частот совершенно не ощущается для просмотра фильмов этого динамиков будет за глаза как и для игр впрочем но музыку слушать конечно лучше всего с наушниками благо трех с половиной миллиметровый разъем здесь присутствует в отличие от многих других современных телефонов и в отличие от серии vi где допустим этот разъем убрали здесь он имеется и для меня это большой и жирный плюс но и с точки зрения производительности давайте посмотрим на цифры здесь у нас повторюсь снапдрегон 680 под капотом и традиционный чуть менее 300 тысяч попугайчиков он набирает телефон позволяет вам поиграть в пабжи call of duty асфальт без всяких проблем на средне высоких и даже местами на высоких настройках ну а геншин импакт идет здесь на низких средне низких плюс минус выдавая 35 45 fps и только в тяжелых условиях допуская какие-то пролаги и про фризы в общем в принципе для середины 22 года неплохое здесь железо и действительно данный телефон можно назвать таким вот средне бюджетным решением гикбенч показывает тоже неплохие циферки 370 баллов на одно ядро и более полутора тысяч на все восемь в общем неплохой процессор получился у снапдрегона с отличным тонким техпроцессом холодный и очень энергоэффективный внутренний накопитель здесь очень и очень неплохо ufs 2 с высокими скоростями более 700 мегабайт мы получаем на запись и более тысячи на чтение действительно очень хороший результат модуль вайфай двухдиапазонный 300 мегабит не выдает провайдер и здесь я получаю чуть больше 200 не знаю чем это связано все таки я привык видеть на на современных устройствах практически те же цифры что выдает мне провайдер но даже 220 240 мегабит согласитесь это очень и очень неплохо модуль gps здесь неплохой но я столкнулся с тем что на снапдрегоне 680 причем я это заметил на многих телефонах именно на этом процессоре не очень быстро как раз таки ищутся спутники но справедливости ради как только спутники найдены перезапуск довольно быстрый довольно высокая точность и никаких проблем нету но вот первый холодный запуск почему-то занимает довольно много времени и повторюсь я это замечал на многих телефонах на 680 ну и конечно стоит поговорить о камерах но по сути камера здесь у нас одна на 50 мегапикселей плюс 2 бесполезных маркетинговых модуля по 2 мегапикселя ну и фронталочка здесь на 16 и она вполне себе неплохо мне нравится цветопередача она корректная она естественная и несмотря на то что здесь amoled экран я не вижу вырви глаз цветов что обычно встречается на телефонах самолет экранами здесь же цвета абсолютно натуральные естественные приближены к реальности мне понравилось как работает эта связка основной и фронтальной камеры и даже качество видео здесь неплохое с электронной стабилизации правда к сожалению 60 кадров доступны только в 720p но сильно сомневаюсь что кто-то будет снимать 720p поэтому 1080p 30 кадров со стабилизацией да и выглядит все вполне себе сносно в общем давайте посмотрим на примеры и вы все сами поймете вот и Субтитры делал DimaTorzok Так называемая стандартная стабилизация Есть еще выключенный режим Но тем не менее, даже с этой так называемой стандартной стабилизацией Картинка, нельзя сказать, что очень плавная Я иду не сильно быстро По относительно ровной поверхности Но все равно картиночка прыгает И это у нас включена стабилизация Но сама картинка, если снимать статично, в принципе радует Довольно четкая, яркая и красочная На фронтальную камеру можно снимать в формате Full HD Либо 720p и исключительно в 30 кадрах в секунду Но качество картинки, в принципе, неплохое Я вот вижу, довольно неплохая детализация у меня на переднем плане Задний план у меня тоже, в принципе, неплохо проработан Но, понятное дело, что дальше идут засветы Там светит яркое солнце Сейчас я снимаю на закате Но, в общем и целом, картиночка меня радует Как мне кажется, для фронтальной камеры Ну, скажем так, не самой навороченной Получается очень неплохое видео Вот такой вот Vivo T1 И, можно сказать, это первая модель в линеечке T И первый, блин, нельзя сказать, что вышел комом Телефон получился нечто таким вот средним Между V21, между V20 и модельками типа Y33, Y53 То есть это такое вот промежуточное звено На более интересном железе и с более интересными камерами Стоит ли он своих денег? Ну, я бы сказал, что примерно 17, 16-17 тысяч рублей Да, он стоит Дороже 20 я бы не стал его покупать Но, в то же самое время, если вы присматриваетесь к новой модельке Если вам интересен этот дизайн То, в принципе, да, присмотритесь У Vivo традиционно камеры очень неплохие Если вы предпочитаете много фотографировать То останетесь довольны На сим данный обзор я буду завершать Надеюсь, вам понравилось Обязательно поставьте лайк Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Ну, а я буду прощаться С вами был Айс Всем пока!